так друзья компания практик второй день наших съемок я одел такой вот футболочку компании посмотрите город якутск минус 43 вечером будет температура до минус 49 6 то есть вот сегодня днем сейчас вот днем потепление до минус 39 но все равно как вы видите туман присутствует то есть вот прямая видимость где-то метров 300 я вижу 250 где-то вот потом уже дальше уже не видно вот на площади победы нахожусь вот наши герои великой отечественной войны вот уже сегодня у нас вот такая вот рыбалочка за мной есть водоем вечный огонь друзья он горит вечно днем и ночью зимой и летом вот наши герои великой отечественной войны которых мы никогда не забудем и всегда помним вот на этой площади славы ну вот дорогие друзья всех с наступающим вот подошел подъехал егор вот сейчас спустились на наш водоем посмотрите такой вот туман абсолютно ничего не видно вот какие-то силуэты вдали видно домов вот я сам раньше есть не рыбачил но я видел что здесь сидят постоянно рыбаки сегодня конечно никаких рыбаков нет кроме нас вот холодно вот и горну как у тебя ощущение я ему сейчас кстати курточку дал да да пришлось возвращаться пододеваться да потому что таксист говорил что вот пока я ехал в разных районах температура от минус 42 до минус 50 вот такая вилка сейчас ну будем считать что здесь минус 42 нам достаточно давайте приступим так мы что мы сейчас хотим сделать вот водоем незнакомый не для меня не для вячеслава мы тут с нуля у него есть какая-то зона где теплая вода втекает мы с другой стороны но это говорит о том что рыба здесь видимо активно всю зиму у нас есть и холод поэтому мы начнем сверлить лунки и даже не закидывая снасть попробуем эхолотом определить вообще где здесь что есть и стоит ли ловить если чего-то интересное увидим то попробуем половить ставим аккумулятор у нас больше всего замерзает аккумулятор поэтому ничего по полной программе пусть отрабатываешь лед совсем-то и не толстый фактически до подмосковный таким дом нас не удивить опускаем датчик о слышай глубина 7 с половиной метров сейчас вот так для пуды достаточно глубоко и мы видим что здесь у нас либо ил либо перепад значит чтобы понять что это такой то есть вот и холод линию дна рисует внизу и здесь вот 30 сантиметров еще над дном непонятная структура это может ил быть может быть перепад вот он он даже вот сейчас посчитал что тут но но это неважно сейчас мы несколько лунок просверлим и уже будем более точно понимать что здесь под нами вот как ты думаешь 7 с половиной метров это для этого водоема вообще-то много мало куда надо так такая самая серединка так скажем практически средняя глубина но никакого движения шевеления не видно сейчас видимо нужно идти либо глубже либо мельче ну пойдем первая лунка найти с первой лунки но было бы совсем не интересно так друзья вот тут у нас есть свои особенности съемки поэтому основную камеру мне придется выключать потому что она уже я вижу что она уже начала подмерзать и будет снимать на экшен так друзья здесь вот его во второй лунке сразу обнаружил рыбу да вот смотрите здесь у нас что видно глубина 6 и 8 чуть помельче и есть какие-то объекты которые вот датчик неподвижен вот все на плотке меняет глубину вот видишь кто-то опускается вот это вот у нас на экране сейчас нижний метр то есть от 6 и 8 до 5 и 8 и вот видно что кто-то у нас тут шевелится прям на середине да да и вот исчез вот сейчас рыба вышла из луча отличный признак это значит что в этом районе какая-то рыба есть что это за рыба до понять пока тоже невозможно надо закидывать приманку если реакция есть то это хищник если она вот просто вот так уходит это значит белая какая-то рыба но мы выяснили что во первых в той лунке это перепад вот здесь вот тоже есть некоторая структура на дне но буквально она там меньше 20 сантиметров вот его давать забрасывать удочки уже ладно как давай пока у нас пока 20-30 лунок не просверлишь как бы он найдешь да не но и результат хорош ну на трех метрах обычно какая рыба может быть вот это средней толщи воды обычно может быть окунь щука вот то есть она отсюда вот здесь стоит потом выходит ближе к берегу чтоб кормиться можно уже ближе к берегу начинаем подходить вот обязательно в такие морозы надо следить чтобы датчик поверхность была без льда если здесь налить он уже конечно ничего показывать не будет поняли здесь уже 5 5 7 до 5 7 и никого как бы тут мы не видим не наблюдаем это волны полно волны тоже ил он ил есть просто его немного не 30 сантиметров как там показано вот здесь 15 сантиметров ила вот волна как раз означает что он и холод сомневается а где что дно не понимает широкий луч насколько он расширяется зависимости от глубины но примерно 12-15 градусов широкий луч имеет раскрыв то есть не очень-то логий на 6 метров он сколько метров ну это где-то порядка метра вот так вот в каждую сторону радиус 2 метра дома дело в том что но до диаметра получается два метра это очень условно то есть чуть дальше там просто он больше объект будет видеть ну отклик от большего объекта то есть мелкую рыбу он будет видеть только под датчиком более крупная он уже будет видеть из краю то есть нет такой четкой границы как вот у как у фонарика это как больше похоже на фонарик с рассеянным светом но тем не менее как бы узкий луч он более узкий то есть он как раз нужен для того чтобы работать на всяких на свалах перепадов корягах широкий луч это для более эффективного поиска рыбы когда ну не важно же нам сейчас рыбы там строго под лункой или в двух метрах нам важно сам факт того что рыбы находится в этом месте мы можем уже посверлить побурить таким образом поиск рыба идет с широким лучом в принципе и ловля тоже узкий луч включаем только тогда когда есть какие-то структуры свалы где допустим если дерево затопленное и рыба прям в нем и хочется видеть приманку как она там между ветвей вот здесь вот надо узкий луч включать или когда есть очень резкие перепады глубины и тоже они мешают обзору попадают как бы в обзор тоже включаем узкий луч и тогда уже видим и приманку и рыбу непосредственно и глубину вот строго под лункой они в окрестностях но узкий луч это 89 градусов ну вот друзья сразу хочу вам напомнить что товары компании практика холоты и многое другое вы можете посмотреть на сайте клёвая рыбалка . рф цены такие же точно как у производителя поэтому приобретая товары на сайте клёвая рыбалка . рф вы поддерживает канал проект целом и меня мы пришли на следующую лунку в прошлой лунке у нас была глубина 5 8 вот здесь и холод показывает 6 с половиной и дна не видно почему потому что он сделал шкалу вот 6 метровую а глубина больше чем шкала то есть он на прошлой лунке запомнил но до пришли мы на новую лунку глубина другая нужно что сделать один раз нажимаем на левую кнопку и вот он пересчитал шкалу и поставил зум окно на дно но то проводить через лавины до автоматический режим поэтому он сам подстроен но даже в автоматическом режиме обязательно надо все равно нажать на кнопку для чего для того чтобы зум установился на новую глубину понятно да потому что вот вещь я поднимаю датчик дно уходит вниз опускаю датчик дно уходит вверх то есть зум запоминается на одной глубине и больше не шевелится а летом он так и продолжает за глубиной следить сам но для того чтобы видеть домную рыбу нужен именно такой режим если зум постоянно будет подстраиваться то вот все вот эти вот волны это он будет подниматься опускаться мы запутаемся если летом это но нормально а зимой когда мы стационарно на лунке зум вот у нас запоминается поэтому зимний холод он принципиально отличается от летнего именно как раз наличием такого режима фиксированного зума это позволяет нам видеть рыбу которая там идет по дну в каких-то корягах вот а иначе если зум у нас будет постоянно туда-сюда носиться мы там не поймем то ли это рыба то ли не рыба вот в этом отличие изначальные холода короче друзья проще говоря если ты пришел с мелкого на глубину тоже потому что обратно это будет вот дно будет выше мы вернулись как бы у нас получится если мы идем смели на глубину у нас получится что зум окно под дном вот нажал тоже все восстановилась настроилась но вы видите что экран на морозе отлично работает до минус 40 есть проблемы с батарейкой у меня сейчас внешний аккумулятор дополнительный который мы вчера показывали я даже как бы это и не заряжала холод вот он работает от внешнего аккумулятора у него немножечко поменьше чувствительность от внешнего аккумулятора но прекрасно работает тоже вот мы посмотрим сколько мы сколько мы наверно сейчас уже минут 20 так ну да в общем на улице но ничего нет будем ждать вот мы находимся под дном нажимаем на кнопочку вот я 7 и 2 тоже пока никого нет то есть вот имеет место бугор как раз по краю бугра от рыба и ходит по ходу да попробуем его обсверлить и локализовать у нас три аккумуляторы я думаю что один аккумулятор можно на первичный поик вполне потратить давай по нашим примерно московским меркам это нормально 6 знаю тут надо наверно уже показать дальше результат здесь тоже перепад и удочку когда опустим попробуем итак друзья сейчас вот путем поиска несложного путем пробуривания лунок мы определили ну благо лед тонкий у нас не всегда такой тонкий лед то есть скажем днем он намерзает все толще и толще поэтому сейчас конечно проще этим всем пользоваться ну не знаю посмотрю под весну как у меня это получится но эхолот мне очень нравится тем что он погружной датчик очень находится под льдом не как все остальные эхолоты которые были у меня до этого ну и во-вторых это наш отечественные производители всегда старайтесь друзья поддержать отечественного производителя потому что живем мы как говорится в одной стране и люди которые видите вот приезжают так вот тестируют испытывают на холода свое оборудование не могут быть голословными даже ничего себе смотря там налить пошла вас вот здесь уже все мельче будет становиться так ну вот вернулись лунки из которой по моему и начинали даже по моему это первая самая наша лунка потом вот была 2 3 4 рыбы так рыба была получается во второй лунки 2 было когда я сюда пришел здесь тоже кто-то ходил скорее всего плотва но где плотва там и хищник все начинаем с простого с балансира давай посмотрим будет ли на него какая реакция 7,3 метра да вот видно балансир опускает да я вижу на боковом на этом вот пришел сейчас он это маленько в стороне потом под датчик зайдет наверное вот он зашел в тут уже все кнопки замерзли придется вот так вот в таком режиме будет вот смотри смотри кто-то интересуется да мы сделали такую максимальную чувствительность балансир от которой так балансир у меня сверху так вот рыбы какие-то ходят под ним но такой реакции именно хищника стандартной пока нет посмотрим вот прям здесь самый пик 4 метра вот как видно как опускается балансир ооо и видно рыба пошла сейчас может быть поклевка ух ты прям залетела вон куда это рыба да была да 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 вот это вот она ну ребята якутия блин ну смотри сколько мы просверлили сколько блин трудов и мы ее увидели она вылетела за приманкой да улетела даже выше и в итоге клюнуло офигеть вот такая подача поздравляю ладно смотри какой тепло пошло это так стало немного не говори грустно и друзья смотрите сработала СМП мелководная лунка вот здесь 4 и 2 это из всех лунок у нас так её выпускаем да да помогут спасибо давай давай самая мелководная лунка сработала и сразу было видно разницу Вот мы там показывали, как просто какие-то рыбы ходили И щука Это вот она спустилась Щука сразу пошла за приманкой То есть только мы балансир Опустили, она уже полетела С первой атаки она промазала Или не клюнула, не знаю Продолжали играть Есть такое дело Так что вот так вот, друзья Прямо под городом Якутском Этот водоем, кто живет в городе Якутске Все знают Наша ТЭЦ С ребятами из практика Сразу поймали Щуку Опять идет Другая уже, наверное Вон, подошла и не клюет Ну, зараза Это она другая Другая рыба Друзья, хоть у меня Камера утеплена Экшн камера Но она все равно Батарейку подсадила Замерзла Ну, а эхолот продолжает работать Да, мы уже Я свою камеру даже не достаю Тут мы уже Пока снимаем Камеры меняли Отогревали Да Вот, эхолот держится Он тоже работает Ну, не совсем так Как при обычной температуре Он показывает Уже села новая батарейка Хотя такого При обычной температуре быть не может Ну Вот, но тем не менее работает Да, да, да Вот, и подвел В ответственный момент В общем, при больших морозах Хоть какую-то информацию Вы успеете получить Да, а если А в палатке Так вообще-то Ну, а в палатке Вообще не будем говорить В палатке Я в футболке сижу В палатке неинтересно В палатке я мог В Москве посидеть Вот мы именно В Якуче Приехали Для того, чтобы Провести испытания Потому что Ну, даже В морозилке Ну, так не заморозит Сегодня минус 42 Друзья Ну, я ловил В утром парапе Думаю Я просто таксист 50, говорил Какая рыбалка, говорит Да, вы что Да, да, да Он так удивился Говорит Что дома не сидится Я говорю Да я из Москвы приехал Мне уже деваться некуда Он, чего Вот, смотрите, друзья Показывает пол аккумулятора Ну, и на самом деле Так и есть Это оригинальный Все Замерз То есть лунку Добурить не получилось Ну Замерзает Сейчас У меня есть запасной Который лежит В тепле Вот я Попробую Так, все Я тут Заменить Попробуй заменить Да Попробуй заменить Опасно Сейчас как бы Не замерзнуть Куда сейчас лезешь Оп Оп Достаю из широких штанин Китаец Не-не-не-не-не Ребят, надо здесь Первым делом Это Сразу Закрывается Сразу начинают Порточку задувать Да Так, вот тут еще один Так, наверное Мы Продолжим Уже дома Да Вот, да Потому что у нас уже И снимать нечего И снимать нечем И солнце уже садится У нас темнеет Уже просто-напросто Сейчас Через полчаса Уже будет темно Ну, я хочу Вот пока здесь Сказать Что я наконец-то Я себя русским человеком Ощущаю Вот это вот все В Москве Что-то как-то Климат потеплел Да, там уже И не чувствуется Суровости Не хватает Да, да Как говорится Проверим Весь его Потенциал В рыбных местах Проверим Ямы глубокие Мелководные Места различные Вот Ну, у тебя Терехолод есть? Ты же сейчас В Джиганск Сейчас я поеду Буду постоянно Им пользоваться Поэтому, да И буду учиться Вместе с вами Вот, собственно Если что Какие вопросы Сразу к Егору У него, кстати Есть телеграм По-моему Телеграм У вас есть, да? Да, есть и телеграм И есть этот самый Да, и Ютуб Ютуб есть у них Вот, ссылочки я дам В описании Под роликом, друзья Подписывайтесь туда На их соцсети Вот Сейчас мы идем Домой Кушать Горяченький Харчот Ну, что там Рассольник, по-моему Или что он хотел Там приготовить Там Игорь Чеховский якут Нам приготовил еду И, собственно Там уже С Егором Уже поговорим Посидим в тепле Расскажем Про сегодняшнюю рыбалку И про эхолот Собственно Так, ну я Луки обойду Давай, давай Входи Ну вот, друзья Сейчас мы С Егором Пришли с Мороза В квартиру Поели Поужинали И вот Рыбачили Использовали Вот такой практик Эхолот 8 Лучше о нем Конечно Сам Егор Нам расскажет Ну, а перед тем Как он начнет Свой рассказ Быстренько Хочу ему Сделать Подарок Вот такая вот Шапка Клевая рыбалка Чтобы он не замерзал Голова у него Не замерзала Он себя в подмосковье Носил ее Да, там Это с запасом Дужно То есть Это можно Проверенный Якутией Да Вот Я сразу Так Все И Подпишу для него Календарь Автограф Сделаю свой И пускай он Его повесит У себя На работе Наверное Или дома Как захочет Вот И Сейчас вот Такие друзья Сувениры Вы можете заказать На сайте Клевая рыбалка Точка РФ Также Вы можете Заказать На сайте Холоты Друзья Компании Практик Там различные Модели Вот А теперь давайте Сейчас Егор Расскажет Спасибо Вячеслав Календарь Конечно Я дома Порешу Потому что У меня сын Подрастает Лютый рыбак Со мной Во всех Моих Рыбалках Я надеюсь Что Когда мы сюда С ним приедем К тебе в гости В очередной раз Он уже будет К тому моменту Знать Лучше меня Всех Конечно Здесь вот Мастерам По-якутски Есть название По-русски Латинский Отлично Здесь и для меня Много нового Максимально Серьезно Друзья Что касается Ихолота Вот значит Он нам Очень сильно Помог Потому что Вот сегодня Тот водоем На котором Мы были И я был В первый раз Вячеслав Я так понял Тоже Особой информации Не располагал Вот И всего Там буквально За час С небольшим Мы Не просто Там Сверлили Какое-то Количество Лунок И поймали Рыбу Что Очень важно На самом деле Казалось бы Поймали щуку Но что в этом Такого Особенно Для Якутии Но это Городской пруд И Выдаем Достаточно Большой И мы Все-таки Сделали Это И Ихолот Сделал Этот процесс Осознанным То есть Мы Не просто Ходили По лункам И как Играли В лотерею Понятное дело Что чем больше Лунок Просвержишь Тем больше Обложишь Тем больше Шанс Но Мы Ихолотом Сразу Понимали Какая Глубина Не закидывая Снасть Сразу Нашли Вот эту Лунку С наименьшей Глубиной Пупок Он всегда Привлекает Когда К лун Глубина Какой-то Есть Пупок То Хищная Рыба И Мирная Рыба Вслед за ней Хищная Всегда Держится На этом Пупке Именно Это Мы Видели С помощью Ихолота В данном Случае И еще До поклевки За несколько Секунд Я уже Точно Знал Что Подходит Щука Это Дорогого Стоит Когда Ты Видишь Вот этот Момент Начинаются Мурашки Ну Сейчас Она Клюнет И Произошла Поклевка Вы Сами Все Видели Это Невозможно Как бы Такое Сыграть Слава Богу Что Камера Сработала Что Все Записала Вот Пять Минут Назад Мы Пересматривали Эти кадры Если бы Оно Не записалось Тогда Был бы Просто Красивый Рассказ Но Поскольку Все записалось Все получилось То Вы вместе С нами Можете Насладиться Этим Моментом Вот И Все Вот это Стало Возможно Благодаря Вот такому Небольшому Прибору Который Даже В такой Лютый Мороз Все равно Работал Да Аккумулятор Через Некоторое Время Все равно Сел Вот Но Вы видели Что Экран В течение Часа Там Не газ Не подвисал И Пока Совершенно Вечер Не наступил И Я не знаю К сожалению У нас не было Термометра Мы можем Доверять Тут Погнозам И погоды И таксистам Но Спора Совершенно Нет Что Температура Была Где-то От 40 До 50 Ниже Нуля Вот У нас Даже В московском Регионе Невозможно При минус 30 И там Считается Полный Экстрим А здесь Это Обычное Дело Вот Прибор Работает То есть Если его Как-то еще Держать За пазуху И доставать Только вот В тот момент В тот момент Действительно Нужно Обследовать Он Не подведет Провод Не дубеет Вот На поплавок Происходит Намерзание Ну Значит Просто Там Его достал Нагой По нему Потопал Все Он отбился Дальше Работает Что позволяет Эхолот Ну Во-первых Позволяет Ориентироваться На местности То есть Кинули Датчик в лунку Одно Два Нажатия Сразу Понимаем Глубину И сразу Понимаем Есть ли рыба Если шук Ну Мало вероятно Что он так увидит Но по крайней мере Стаю беля Можно видеть сразу То есть Для того Чтобы понять Что по хищнику Все-таки Нужно опустить Приманку И посмотреть Как рыба На нее реагирует Вот мы видели Что Были лунки С мирной рыбой Там более глубокие Где Рыба К охолоту Ну Как к приманке Не подходила Мы это видели По охолоту Но Если мы начинали Там интенсивную игру То Она разбегалась Вот это Верный признак Что это Мирная рыба Плотва Там Или Карп Не знаю Кто еще Здесь водится Вот И были лунки Где Опускал приманку Тут же Устремлялись Стрелы К этой приманке Так делает щука Так делает окунь Там есть Нюансы поведения Тут тоже можно По охолоту Сразу понять И размер рыбы И щука И окунь Я думаю Что постепенно Вячеслав Вячеслав Вам покажет На собственном Опыте И в тех местах Где рыбы Действительно Много А не в каких-то Случайных Городских Водоемах Вот Вы все это Увидите И рыбалка Приобретается Холотом Совершенно Другой Окрас И Другой Другая Другой Характер То есть Это уже Начинаются Шахматы Когда ты Видишь Не только Одну Клеточку А когда Ты видишь Все поле И ты Начинаешь Когда есть Поклевка Ты Ну раз Не просто Клюнула А ты понимаешь Почему Клюнула Почему Клюнула Именно здесь И Можно ли Рассчитывать На вторую Поклевку Именно здесь То есть Очень часто Бывает Что видно Одна клюнула Ты сразу же Закидываешь Долавливаешь Вторую Либо ты Видел Что это была Одиночка Ты больше На этой лунке Время не тратишь И идешь Искать дальше То есть Ты понимаешь Все другая Стратегия Когда ловишь Одиночек Понимаешь Что надо Чем больше Просверлил Тем больше Поймал Без Ахолота Наверняка Нельзя сказать Что это за Рыба была Стайная Одиночная Место Это такое Плюс Кроме того Ну здесь В такой мороз Подбирать игру И приманки Было нереально Но очень часто Видно Что щука Подходит Интересуется К приманке Но не берет То есть Если без Ахолота Ну просто Не было поклевок Непонятно То ли ее тут Нет То ли чего А Ахолот Позволяет Увидеть Что рыба есть Что она в принципе Настроена Атаковать Но в последний момент Допустим Останавливается Чего-то ей не нравится Когда уже Визуальный контакт У нее с приманкой Она раз Остановилась Передумала А в такие моменты Ахолот Позволяет Принять решение Что надо Менять приманки Перебирать Либо подбирать Анимацию Горизонт Проводки Вот мы знаем Что рыба Видит верхнюю Полусфере И когда мы Приманку Рыбе на голову Опускаем Или дай бог Ниже Все Это неестественное Поведение Рыба пугается Может отойти И даже больше Не подойти Гораздо Правильнее Держать Приманку Всегда выше рыбы Заставлять ее Подниматься Она хорошо Ее чувствует Она заточена Вот именно На атаку Вверх И холот Позволяет На первом сбросе Приманки Не совершить ошибки И Поймать Буквально Каждую щуку Если она Активна И настроена Взять Вот Вкратце Такой прибор Отлично Так Егор Ну вот Я сегодня Сам убедился В том Что По техническим Характеристикам Даже прибора Вот здесь указано От минус 25 До 45 Получается А нет Это же Минус 25 Всего Да Минус 25 В средней полосе Где да Максимальное количество Пользов То есть Приборов Да Минус 45 Он точно Уже работает То есть Здесь надо Исправлять Уже Исправлять Но Как бы Минус 25 Это прибор Работает вообще Без всяких Особенностей То есть Он держит Свои 12 часов От встроенного Аккумулятора Там и так далее Здесь все-таки Особенности были Вот мы видели Что в конце рыбалки Замерз датчик Что пришлось Вам подсоединять Внешний аккумулятор Правда Это уже третий день Рыбалки И так далее Вот Все-таки Это Минус 40 Это экстремальная Температура Даже для Вот Для практика Но тем не менее Он работает Вот И показывает И в нужный момент Не подвел Это очень круто Отлично И вот Вопрос Такой По Датчикам Их кабеля То есть Вот У нас Скоро станет Лед Ну Полтора Может И то и два Метра Местами В таком Случае В данном У вас Есть Длинные У нас Есть Модификации Вот этих Проводов Более Длинные Стандартная Длина кабеля Два метра Это чтобы Рыбалов Стоял Вот На комфортном Расстоянии От глаз У него Находится Ихолод Соответственно Метр Провода До льда И метр Провода Подо льду Вот Но если Условия Таковы Что лед Более толстый Или человек Очень высокий И удобный Когда Кабель Более длинный Поэтому При заказе Через Вячеслав Необходимо Будет Сделать Пометочку То что Нужен Длинный Кабель Соответственно Ихолод Для такого Клиента Для таких Условий Сразу Будем Комплектовать Кабелем Увеличенной Длины Это Трехметровый Или четырехметровый Мне кажется Что если Будут заказы Поступать Из Якутии То Тут уже Соответственно Даже По умолчанию Можно Сразу Обнащать Более длинным Кабель Окей Да Просто У нас Условия Немножечко Отличаются В первую очередь Производство Да Заточено На массового Клиента Который Ближе Но Тем не менее С самого Начала Продаж Поступали Такие Просьбы Поэтому В ассортименте Такая единица Продукция Есть Также Сразу Нужно Заботиться До Поплавок Да Поплавок Вот Он такой Прикольный Разборный То есть Просовывается Кабель Сюда Просовывается Кабель Сюда И уже На кабеле Он Соединяется Вот Можно И без Поплавка Но Поплавок Во-первых Дает Безопасность Потому что На самом деле Холод Тонет То есть Если Его Уронить И упустить В лунку Он Так Туда И уйдет Притом Работать Он не Перестанет Он еще Будет Там Сутки Работать Под водой Или Сколько Времени И вот Было Уже Много Случаев Когда Эхолод Уходил Человек Сначала Расстраивается Потом Успокаивается Вроде Начинает балансиром Туда-сюда Зацепляет Вытаскивает Эхолод Продолжает Рыбалку Но Опять же Разные Бывают Случаи Бывают Течения Бывает Упадение Рывет Да Ну Это Такие Эксперименты Лучше Не топить Лучше Не топить Поэтому Вот Есть Поплавок Он Во-первых Гарантирует Что Вы Не Утосите Прибор А во-вторых Он Позволяет Держать Датчик Всегда На одном Уровне От Льда Вот Это Тоже Важно Потому Что Если Датчик Начать Опускать Поднимать В процессе Рыбалки То Ихолод Измеряет Расстояние Дажа Относительно Датчика Вот И Показывает Картинку Как только Датчик Начинает По высоте Значит Меняться То Вся Картинка Начинает Плыть Вместе С Креманкой С Рыбой Ну И Воспринимать Толку Картинку Сложнее Специально Сделано Так Что Зум Фиксируется Я об этом Уже говорил В зимнем Режиме И Именно С поплавком Это Все Реализуется Удобно Пользоваться Плюс Есть Еще Унибокс Где-то То Есть Вот Это Отдельный Товар Да В Номенклатуре Наших Изделий Также Есть Унибокс Это Такая Интересная Разновидность Чехла Он Нужен Во-первых Для Хранения Потому Что Вот Провод С датчиком Вот Я так Сделаю Как будто Был Тут Клише Да Можно И Заключить А Вообще Рекомендуется Его Включать А Без Датчика Нет Без Разницы Да Покажу Да Вот В таком Виде Эхолот Находится В транспортном Положении Удобно Положить В ящик Я бы Еще Даже Сделал Вот Так Наоборот Да Еще Лучше Перевернуть То есть Вот Я согласен Экран Защищен Провод Не болтается Занимает Минимум Место Лежит В ящике Ни с чем Там Особо Не перепутывается Защищен От Всяких Там Ударов Да Ударов Царапин И так далее Вот А в рабочем Положении Можно На лед Ложить На поверхность Можно Вот Так Вот Здесь Такие Есть Прорези Специальные Для провода Которые Позволяют Зафиксировать Вот Длину Провода Определенную И В принципе Без Поплавка Можно Положить Эхолот Рядом С лункой На лед И Датчик Будет Опущен Вот Как раз На толщину Льда Для того Чтобы он Показывал Всегда Датчик Должен Выглядывать Как бы Из-под Нижней Кромки Льда Если Он Будет В лунке То Края Лунки Они Тоже Мешаются Там Создают Акустическое Охружение Неблагоприятное Лучше Чтобы Датчик Вот Из-подо Льда Выглядывал Вот С помощью Унибокса Можно Тоже Зафиксировать Вот Эту Длину Провода Держать И Точно Так же Унибокс Не Тонет И Позволяет Эхолот Безопасно Эхолот Он Никак У вас В лунку Не упадет Не провалится Копеечный Аксессуар Но Значит Позволяет Очень Функционально Да Очень Функционально И Хранить И безопасно Использовать Эхолот Вот Так же Существуют Различные Приспособы Там Для Крепления Есть Ремешок Можно Его Так И Носить Можно Как То Так Вот Закреплять Тут У нас Русские Люди С Фантазией Нам Сами Подскажут Как Лучше Использовать Эхолот С Данным Аксессуаром С Удовольствием Просто Поделюсь Впечатлениями Значит Как Только Кто-то Слышит Про Якутию То Естественно Значит Речь Идет О Каких-то Гигантских Щуках Кунях Которые Не лезут В 150 Лунку Вот А здесь Я ехал Понимая Что Этого Всего Не будет Потому Что Для Того Чтобы Ловить Вот Этих Больших Рыб Это Нужно Ехать Еще Дальше Это Тысячи Или Даже Больше Километров Очень Сложная Логистика По Такому Морозу Просто Элементарно Опасная Потому Что Там Есть Участки Пути Как бы Сотни Километров Без Какого-либо Населенного Пункта И Я надеюсь Что Весной Когда будет Погода Более Подходящая Мы все-таки Попадем В те Самые Места Здесь Основная Цель Это Была Проверить Холод Проверить Снаряжение И Проверить Себя Вообще В таких Условиях Потому Что Для Жителей Средней Полосы Условия Уникальные То есть Если 30 градусов Мороза Еще Можно Как-то Там Раз в год Попасть Или Поехать В Казань То Минус 40 Или Минус 50 У нас Таких Морозов Просто Не бывает И Всегда Интересно Поставить Меткий Рекорд И Галочку Что Да Я Ловил Примерно С 45 И Даже Чего-то Поймал Вот Такая Была Цель И Эта Цель Достигнута Кроме Того В детстве Рыбы Было Очень Много Даже И В Московских Водоемах Потом В связи С экологией С большим Прессингом Рыбы Стала Гораздо Меньше И Вот Уже Без Охолота У нас Поймать Чего-то Достаточно Проблематично И Но Приборы Они сделали Рыбалку Гораздо Более Интересной И Вот Всегда Такие Мысли Думаешь А что Если бы С охолотом Попасть Вот Туда В детство Когда Клевало И без Охолота Посмотреть Вот Как Это Когда Каждая Щука Вообще Настолько Голодная Что Видит Сразу Клевет И Вот Якутия Особенно Те места В которые Вячеслав Увозит Свои Туристов Вот Это Именно Такое Это Возможность Попасть В детство Но С Современными Как бы Приборами С Современной Техникой И Ощутить Рыбалку Как Оно Должно Быть Без Вот Этих Вот Заморочек Многодневных Поисков Рыбы Поэтому Якутия Супер Разведка Проведена Я понял Чего Не хватает С Видер С оленями Думал Что Это Максимально Не Не Помогает В итоге Вячеслав Мне Отдавал Дополнительную Одежду Пододеть Потому Что Я Такого Никогда Не Видел Я Когда Снял Комбинзон Вот Только Что Мы Пришли А Он Изнутри Покрыт И Вы Представляете Это У меня Дайверский Костюм Топовый На Гортексе Он Внутри Был Покрыт И Нем Феноменальный Мороз Как Такое Может Быть Поэтому Нужна Очень Серьезная Одежда Не Только Внешняя Но И Внутренняя И Где Как Ни В Якутии Вчера Я выходил Из палатки Буквально На 15 Минут Ни О Каком Поиске Речи Не Было Сегодня Я Уже Более Основательно Подготовился Сразу Понял Что Нужна Дополнительная Полтора Наверное Походили И В принципе Ну Вся техника Замерзла Мы Не Замерзли Это Очень Круто Поэтому Надо Обращаться Сразу К Профессионалам Если Здесь Рыбалка С наскоку Очень Сложно Все Вот Это Предусмотреть Именно Поэтому У меня Поездка Первая Разведывательная Познакомиться С ребятами Познакомиться С условиями Лова Для Того Чтобы Когда Поехать Уже В боевую Поездку Чтобы Ну Вот А я Хочу Дополнить Завершить Так Сказать Егор Молодец Что Приехал Рад Знакомству В общем И Хочу Вас И Вашу Команду Если Есть Желание Потому что Я знаю Что Вас Хотело Больше Приехать Не С могли Ну Это Даже В чем То Луг Хорошо Что Такой Толпой Не Приехали Могли Разочароваться Там Не знаю За Просто Замерзнуть Там Меня То Ни морозом Ни отсутствием Клева Или рыбы Незапугательной Для меня Это нормальная тема Я бы Сегодня Еще бы Ходил Там И Ходил И Скал По этому Поводу Аккумулятор Сели К сожалению И Также Хочу Выразить Огромную Благодарность Ну Вот Как твоему Руководству Да Благодарность Вашей Команде Компании Что Решили Сотрудничать Со мной Я Со своей Стороны Конечно Тоже Буду Вас Наши Российские Производители Вот Эти Эхолоты Я давно На них Обратил Внимание Как бы И Они Действительно Стоят Того Что Для наших Для российских Условий Нету Аналогов Вот Этим Эхолотам Вот И Погружной Датчик И Ребята Они Стоят На месте Развиваются В общем Молодцы Большие Поэтому Хочу Вас Пригласить На Весну Все Таки Попробовать Попасть В те места Какие Вы О которых Вы Сейчас Говорили Вот На Классную Клевую Рубалку Так Скажем Вот Чеховский Якут Думаю Будет Не Против Я С удовольствием Буду Ждать А С моей Стороны Я Обещаю Что Я Приготовлю Самые Вкусные Деликатесы Из Рыг Из Мяса Соленины Покажем Пельменями Соленины Борща Как лет Соленина Нажали Я Даже Не знаю Друзья Гастрономические Экскурсии Она Даже Превзошла Рыболовная Потому что В лучших Ресторанах Мы привыкли Честно говоря К некоторому Шерпотребу И Та еда Которая В большинстве Заведений Она Так себе А здесь Не то что Домашняя Кухня Это Кухня По наивысшему Разряду Игорь И поешь Действительно Не химическое Московское мясо А ленина Настоящее Настоящее Это сразу Чувствуется Супер Огромная Благодарность Приезжаем Так что Вот так Друзья Приезжайте К нам В Якодию Можете Заказывать Туры Есть На сайте Клёвая Рыбалка Точка РФ Также Есть Другие Туры По Якутии Якутия Очень Огромная Друзья И на этом На этой Позитивной Ноте Всех С наступающим Еще раз Да Егор С наступающим Да Спасибо За Доброе Слава Вам Спасибо Вам Очень Рад Так что Вот так Ну все Всем Хорошего Настроения Всем С наступающим С наступающим С наступающим С наступающим